Сегодня мы продолжим рассказ о восхождении на перевалы Морухский и Холега к местам боевой славы. Для многих героев снежные перевалы Кавказа стали последним пристанищем. Они так и остались лежать на заоблачных вершинах в снежных могилах, обложенных гранитными плитами. С высоты кавказских горф. Репортаж Фатима Дауровой. В 6 утра в горах еще прохладно. Солнце только выглядывает из-за пиков вершин, а группа восхождения уже вышла на маршрут. Перед ней стоят две цели. Одна часть должна пройти к озеру Холега и дальше на сам перевал, а другая направляется к обелиску на соседний Морухский. По прогнозам инструкторов, путь должен занять 5-7 часов. Дорога открывает удивительные красоты, пейзажи и виды, которые никого не оставляют равнодушным. В прозрачную тишину горного воздуха пробиваются только шум реки, фырканье лошадей, коих здесь немало, они тут целыми табунами, и местами оглушительный рек водопадов. Под палящим горным солнцем до сих пор держат оборону остатки лавин и ледников. В страшной лихолетии Великой Отечественной войны снежный покров здесь достигал до трех метров. Спрятаться от стужи было негде. Бойцы сооружали из камней укрытие, а крышей служила плащ-палатка, вместо матраца был лед. Мороз все крепчал, застывали пулеметы, а с ними и люди. Сложно сейчас представить, через какие испытания прошли солдаты советской армии, чтобы сегодня октябренок Максим Костарокожев смог свободно подняться на перевал с маленькой копией главного символа большой страны – красным знаменем. Я дошел до озера, шел на первом дыхании, а потом как-то под конец вспомнил про воду, про кушать, про еду вспомнил. Сразу включилось как-то через второе дыхание, третье дыхание и пошел быстро в лагерь. Максим не заблудился на трудном маршруте. Вместе с ровесниками, другими ребятами он шел наравне со взрослыми. Шаг за шагом, огибая камни на пути, он шел к цели, пока взгляду юного туриста не открылась блестящая гладь озера Холега с кристально чистой ледниковой водой. Возле этого озера у немцев стояла будильная канатная дорога, по которой они поднимали грузы и вооружение на перевал оборонный. 28 августа 1942 года здесь почти полностью погиб батальон капитана Василия Рухадзе. Более 450 советских солдат сложили головы в этом бою. Некоторые из них попали в плен. Позже 12 из них гитлеровцы расстреляли на берегу горного озера. В 2019 году водолазы экспедиции «Неизвестный Кавказ» нашли на шестиметровой глубине многочисленные артефакты Великой Отечественной войны. В это же время группа, совершавшая параллельное восхождение на Морухский перевал, тоже добралась до назначенного места. Поставленные задачи были выполнены. Два перевала покорены. У обелисков участники восхождения провели митинги памяти советских солдат, которые остались здесь, закованными в ледники. Сейчас, когда нацизм пытается возродиться на стражу спокойствия и мира, встали потомки тех, кто воевал за победу. Особую актуальность и значимость эта работа приобретает в свете происходящих событий братской Украине, где пришло к власти поколение, выросшее при полном отсутствии патриотического воспитания на основе ложных ценностей и ложном изложении исторических фактов. Это поколение, предавшее забвению бессмертную память своих дедов, отцов. Это третье по счету восхождение данной группы к местам боевой славы. И в каждом из них принимал участие самый старший участник группы Николай Константинович Шолухов. В далеком 61-м году он был в команде тех, кто запустил в космос первого человека Юрия Гагарина. И с тех пор не угасло желание покорять вершины. Четыре года назад мы были на Морозском перевале. Я бы как бы покорил этот Морозский перевал. В этом году по возрастному ограничению, так сказать, мы прошли больше половины расстояния и вернулись, так сказать, в бодром здравии. И цель каждого рывка в горы – не оставить в забвении ни одного погибшего воина, а дать дань благодарности за героический подвиг живым ветеранам войны и трудового фронта. Всем тем, кто возрождал страну из руин. Фатима Дорвали-Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия, Морозский перевал.